За последние несколько месяцев в Дагестане участили случаи хлопка газовоздушной смеси в домах жителей, которые привели к гибели людей, а также отравлению угарным газом. По этому случаю, по поручению главы региона Сергея Меликова, с 22 января текущего года по всему Дагестану проходят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений. Инспектирование проходит и в Каспийске, где в состав рабочей группы вошли представители ГОЭЧС, МЧС, МВД, «Газпромежрегион», «Газмахачкала», а также «Каспийсгазсервис». Сейчас мы в данный момент ходим в СНТ, в садоводческих обществах. Выявляем нарушения, которые в частных домовладениях. Это, в частности, несанкционировано подключение к домовладению, потом не сертифицированные приборы, потом подводка, не сертифицированные материалами, тоже сами шлангами, потом пластиковыми трубами. На сегодняшний день специалисты проверили около 400 домов, 10 из которых были выявлены нарушения, вследствие чего в данных жилых помещениях было отключено оборудование во избежание несчастных случаев. В основном это у нас иранские печи, не сертифицированные, потом у многих отсутствуют в домах дымоходы. Я даже в случае могу привести, на одной из линий, это из СНТ, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, в 22-м году было отравление угарным газом с летальным исходом. В этом же доме живет взрослая женщина со своим сыном. У этой женщины стояла иранская печь, от этой же печи ее сын угорел в свое время. Без дымохода, без ничего. Я не знаю, просто мы в шоке были, когда это увидели. Вроде объясняю, вы уже потеряли своего сына, потеряли своего брата, вы до сих пор пользуетесь данной печью. По словам Камиля Джамалова, специалисты газоснабжающей организации ежедневно проводят разъяснительную работу. Уже в мае планируется обход не только частного сектора, но и многоквартирных домов. Владельцы квартиры и домовладельные на сегодняшний день должны были перезаключать договора на техническое обслуживание газового оборудования, которое находится в их домовладениях. Многие, ну сейчас люди проходят, но не так, как хотелось бы, потому что, согласно этого договора, без этого договора мы не можем проводить обслуживание, как положено. И есть моменты, когда люди вообще отказываются допускать наши специалисты для проведения данных работ. Отказываются и приходится выносить акты об отказе. Эти акты в дальнейшем передаются в инспекцию, в жилищную инспекцию. Потом жилищная инспекция применяет меры штрафных санкций и вплоть до отключения абонентов от потребляемого газа. Как отмечают специалисты, одной из проблем является то, что граждане неохотно идут на контакт, а некоторые и вовсе не открывают дверь. Это все делается для населения, ради населения. В первую очередь у них вся, можно сказать, свое здоровье, своя жизнь в своих руках. Чтобы они на самом деле сами проверяли, сами вызывали сотрудников газовых служб, вызывали наших служб. Если что-то такое, если элементарно почувствовали запах газа или что-то такое, мы всегда идем навстречу и одновременно еще хочется сказать населению, когда приходят наши сотрудники, когда приходят газовые службы, пожалуйста, открывайте двери, пожалуйста, впускайте. Никаких других нарушений, никакого другого мы не проверяем. Мы наоборот ради профилактики отравления угарным газом, вот так вот наши сотрудники проводят рейли.